В России появится колония нового типа для подростков Владислав Куликов. Рисунок к статье. Федеральная служба исполнения наказания открывает первый в стране казенный дом полного цикла для несовершеннолетних. Подросток-преступник сможет пройти в его стенах весь тюремный путь от ареста до освобождения по окончании срока. А пока он будет сидеть, администрация постарается сделать все, чтобы затем молодой человек никогда не вернулся в неволю. Читайте также, в России рекордно снизилось число заключенных таким учреждением нового типа станет Брянская воспитательная колония. Презентация казенного дома нового образца состоится в ближайший вторник. По словам представителей тюремного ведомства, теперь это будет пенитенциарное учреждение европейского уровня и по бытовым условиям, и по технологиям работы. Обычно у нас следственный изолятор отдельно, колония отдельно. Иного, конечно, быть не может. Однако на базе колоний создан участок, функционирующий в режиме следственного изолятора. Он полностью отделен от обычной зоны. Строго говоря, такие участки созданы во многих колониях, они не новость. Но в данном случае важно, что арестованный подросток с первых же дней попадет не только в руки охраны, но и воспитателей, которые будут вести его до самого освобождения. Уже несколько лет в Федеральной службе исполнения наказаний проводят эксперименты по внедрению современных методов работы с несовершеннолетними осужденными. В пяти колониях проводился эксперимент по созданию воспитательных центров. Причем в качестве примера брались швейцарские методики с поправкой. Естественно, на нашу специфику. Сотрудники ФСИН проходили стажировку в Швейцарии. Швейцарские эксперты приезжали к нам. В основе новых для нас методов лежит простая в общем-то мысль, что подростка еще можно перевоспитать. Его трудное детство еще не закончено, и шансы вложить в душу нечто светлое и доброе еще относительно высоки. Но для этого и к человеку надо подойти с душой. В воспитательных центрах нового типа основными сотрудниками становятся педагоги, воспитатели, социальные работники. А за несколько месяцев до освобождения подростка, если, конечно, он достоин, переводят в реабилитационный центр, где его научат жить на воле. В Швейцарии, кстати, выпускников воспитательных центров вовсе переводят на частные квартиры, где осужденные живут под присмотром воспитателей. У нас, конечно, до такого не дойдет. Но реабилитационный центр, как рассказывают эксперты, расположен за пределами основного учреждения. Подростки будут жить как на воле, но под строгим контролем. К тому же те арестанты, кто останутся трудными подростками даже в тюрьме, вряд ли попадут в столь гуманные условия. Так что у молодых людей будет выбор, по какой дорожке идти. Правда, эксперты обращают внимание, что на 100% учреждением полного цикла Брянскую воспитательную колонию назвать нельзя. По закону совершеннолетние осужденные должны переводиться во взрослые зоны. Вопрос имеет давнюю историю, и здесь есть проблема. Во взрослых колониях подростки из воспитательных колоний часто попадают в руки криминала и проходят уголовную школу. Если воспитателям подростковых колоний удавалось достичь каких-то успехов, работа шла на смарку. Поэтому в свое время было разрешено оставлять в воспитательных колониях молодых людей до 21 года. Однако тут же возникли другие проблемы. Старшие, которых держали в отдельных отрядах, стали головной болью и рассадником криминальных порядков. После ряда бунтов в закон вернули старую норму – сидеть до 18 лет. Правда, в отдельных случаях осужденного разрешают задержать в воспитательной колонии до 19 лет. Читайте также, ПСИН. Каждый третий осужденный в России становится рецидивистом. Кстати, в прошлом году обсуждался законопроект, обязывающий проводить социально-психологическое обследование подростков при решении вопроса об аресте. Возможно, наломавшего дров ребенка еще рано бросать в камеру. При этом всегда, когда на кону арест подростка, надо изучать возможность отдать его под присмотр. Не исключено, что строгий режим дня ему можно обеспечить и на воле. В целом сейчас Минюст активно обсуждает проект развития так называемого восстановительного правосудия, когда человека пытаются не столько наказать, сколько образумить и перевоспитать. В таком случае лишение свободы остается последней и крайней мерой. Например, если подросток совершил тяжкое преступление, на его руках кровь, то поздно уже применять какие-то гуманные воспитательные технологии. Но если, скажем, трудный подросток пока еще не перешагнул статус хулигана, такая система предлагает преступнику, например, вместо тюрьмы починить разрушенный забор или отремонтировать своими руками украденный и разбитый мотоцикл. И, конечно же, первым делом извиниться перед жертвой. Предлагается изменить и условия содержания осужденных подростков в колониях. Предполагается, что подростки должны отбывать наказание в общежитиях или в отдельных комнатах в общежитиях, запираемых в ночное время, но не более четырех человек. Пилотные проекты по созданию подобных условий проходили в разных воспитательных колониях. Но Брянская воспитательная колония станет первым учреждением, которое выходит на новый уровень без всяких как бы. Возможно, единственное, что останется старым в колонии, это название. Модели воспитательных центров уже разработаны. Однако пока в законодательство не внесены соответствующие изменения, ведомство не может полностью перейти от пилотных вариантов к реализации концепции воспитательных центров. Поэтому, внедряя новые технологии, они пока оставляют колониями.